Варя первоклассница, Степан мечтает стать пилотом, а пока отличник десятого физико-математического, гармонист-самоучка, а еще спортсмен ямальской сборной по настольному теннису. Чеканины приехали в Новую Рингу вслед за папой из Оренбурга. Главу семейства пригласили на одно из предприятий города. По условиям контракта на первых порах обеспечили жильем. Быстро нашлась работа и педиатру маме. Весной квартирный вопрос все же возник. Либо покупать, брать ипотеку, либо уезжать домой. Но так как мы уже привыкли здесь, здесь очень нравится детям, хотелось бы продолжить работу здесь. И вот предоставили нам жилье. В трехкомнатной квартире к каждому нашлось место. Ее обустраивали всем семейством. Сами клеили обои, сами выбирали мебель. Жилье – стимул развиваться дальше, признается детский доктор с 18-летним стажем. В этом году педиатр прошла обучение в Санкт-Петербурге и получила специализацию детского инфекциониста. Маленькие пациенты ее госпиталя в надежных руках. Со слов доктора Чеканина, и с ней работает отличная команда. Оснащение не уступает частной клинике, в которой она работала раньше. Для онколога Сергея Тимофеева в Салихарской больнице открылись перспективы и как для таракального хирурга. Десять лет он оперировал пациентов с опухолями легких и пищеводов в Челябинске. В планах организовать такую службу и на Ямале. В окружной столице доктор работает месяц. Служебное жилье уже получил. Были варианты работы в Москве, в Ленинграде. Там, конечно, в плане зарплаты примерно уровень одинаковый, но жилье там никто не предоставляет. Эпидемиолог Владислав Чурсин – доктор из большой медицинской династии. Кем станет, знал с детства. В ВУЗе определился со специализацией. Приехал на Ямал за опытом и стабильностью. Вдобавок получил ключи от квартиры. Оформление было достаточно быстрое, простое. Никаких заморочек с этим не было. Пришел, подписал пару документов, выдали ключи. Жилье предоставляется на условиях социального найма. Доктора оплачивают только коммунальные услуги. От работы в Наймале 10 лет врачами первичного звена они смогут оформить жилье в собственность. Ранее медикам планировалось выдать три сотни квартир, но заявок поступило больше. Решением губернатора Дмитрия Артюхова программу расширили до 550 квартир.